Всем привет, дорогие друзья! С вами Илюха Зверьё. Ну что, сделай свой выбор. За что ты? За PlayStation 4, либо за Xbox One? Напиши об этом в комментариях. А мы начинаем! Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов makov.net Это очень живая тема. Здесь сходятся две армии. PlayStation и Xbox. Кто же круче? Ваша система говно! Ваша система говно! Наша победит! Наша круче! Здесь, короче, можете спамить в комментариях, выяснять, кто лучше. Здесь нету правды. Здесь одни выбирают Audi, другие выбирают Mercedes, одни выбирают PlayStation, другие выбирают Xbox. Ну а что выбор и я, то оставайтесь, посмотрите. Начали! Итак, скоро уже 2014 год, сейчас зима 2013 года. Время задумываться о новой консоли. Потому что вышла PlayStation 4 и выходит Xbox One. PlayStation 4 уже появилась в продаже. Xbox One немножко будет попозже. Там с разницей в полмесяца у них. Итак, что же лучше, что выбрать, что же купить? Купить на Новый год, купить после Нового года, купить на День Рождения. Что мне подарят родители? Что лучше выбрать? Это какашка, это хорошо. Это какашка, это хорошо. Сейчас мы с вами разберемся. Итак, разница в цене. PlayStation 4 стоит 400 долларов, а Xbox One стоит целых 500 долларов. Разница в 100 долларов вам выбирать. Мне кажется, привлекательная PlayStation 4 по цене. Кстати, за эти деньги в комплекте Xbox One вы получаете Kinect. Он уже будет идти в комплекте за эту денежку. Но к PlayStation 4 вам придется докупить вот эту штуку. Это PlayStation Eye. А имея PlayStation Eye вы сможете играть в игрушки при помощи всяких пистолетов, либо в спортивные игрушки отбивать теннисные мячики, либо, что называется, на шпагах. Ну, короче, как вы захотите. PlayStation Eye можно будет купить по цене до 100 долларов. И в итоге получается, в принципе, по цене одинаковый. Но вспомните, как было раньше, когда вышел PlayStation 3. Цена была, я помню, 35 тысяч рублей начиналась. В то время как Xbox 360 стоил намного дешевле. И я в свое время взял себе Xbox 360. Итак, вопрос с ценой мы решили. Теперь мы рассмотрим железо. В обоих приставках стоит по 500 гигабайт жесткого диска. Но в PlayStation 4 можете его достать и поставить другой. В Xbox такого сделать нельзя. На данный момент считается, что 500 гигабайт это нормально для того, чтобы закачивать игры. Потому что игры сейчас, ну, максимум, может, по 20 гигабайт существуют. Есть, конечно, больше. Но места вам должно хватить. Помимо этого, есть два порта USB 3.0 в PlayStation 4 и три порта USB 3.0 в Xbox One. Про процессоры вы можете прочитать вот здесь. Там слишком замудрено. Какой лучше, тоже решать вам. Но мне кажется, в PlayStation 4. Потому что все остальное в PlayStation 4 намного лучше. Итак, если вы собираетесь играть и вас беспокоит оперативная память в вашей приставке, в PlayStation 4 вы получаете 8 гигабайт GDDR5. Но в Xbox One вы получаете те же самые 8 гигабайт, но DDR3. Но мне кажется, здесь выигрывает PlayStation. Основу графического процессора в обоих приставках играет AMD Radeon. В PlayStation 4 будет обрабатываться 1152 шейдера в секунду, в то время как в Xbox One будет 768. Эй, PlayStation 4 опять выиграл. Теперь единый формат дисков это Blu-ray и обе приставки поддерживают Blu-ray и DVD. Короче, в чем тассоль? Вот именно тассоль в приставках. Сейчас все не смотрят на внешность приставки. Мне пофигу, как она будет выглядеть. Пусть это даже будет как Mac Pro, либо как кусок бревна будет лежать. Мне главное удобство и игры. Игр на Xbox One существует сейчас даже в 2 раза больше, чем на PlayStation 4. Именно те, которые уже вышли. Те, которые будут выходить, ну понятно, там какие-то будут эксклюзивы там и какие-то эксклюзивы здесь. Но по большому счету сейчас Xbox выигрывает. Если вы в будущем собрались купить игрушку на Xbox One, на ваш, вы ее купили, диск принесли домой, поставили. Ваша приставка подключилась в интернет. Кстати, про интернет чуть попозже скажу на Xbox. Вставили в диск. Ну, диск в дисковод. Вставили. Загружили игрушку. Она подключилась в интернет, активировалась. Все. Ни на какой больше приставке вы в нее не поиграете. Нельзя ее будет отдать другу, куда-то отнести, чтобы он поиграл. Нет, такого нельзя будет сделать. То есть, про это вы забудьте, как раньше можно было в школе обмениваться. Давай ты мне это дашь, поиграй ты мне это. Все. Вы купили, она ваша. В то время как в PlayStation вы можете это делать. Вы купили диск, принесли домой. Вставили, установили, поиграли. Вытащили диск, дали другу. Он поиграл. Но только одному другу. Ну, все равно, как-никак, есть вариант. То есть, запомните, что в Xbox, короче, диски только для вас. И все. А в PlayStation можно один раз кому-то дать поиграть. И все. Понятно, что в двух приставках есть Wi-Fi, в PlayStation есть Bluetooth. Так что, пихо, йоу, в этом варианте выигрывай. Насчет интернета. Wi-Fi, понятное дело, там, в LAN, LAN, все это есть. Этернет, мудрые слова. Но что это значит для пользователя? Если вы обладатель Xbox, вот у вас стоит Xbox, вы сейчас дома, в своей квартире, у вас есть проводной, беспроводной интернет, выходить поиграть. Включили, поиграли. Если у вас отрубили интернет, либо вы взяли свою приставку и поехали к бабушке на дачу, поставили к телевизору, вы поиграть не сможете, потому что приставка должна один раз в день подключаться к интернету и что-то там проверять и активироваться. Если у вас это не произошло, то, к сожалению, вы поиграть вообще никак не сможете, ни во что. Это косяк Xbox. В будущем, возможно, они это решат, но сейчас это горькая правда. В PlayStation, пожалуйста, вы можете играть без сети, хоть взять ее на Северный полюс, подсоединить к телевизору, где нет интернета вообще, и вы можете без проблем играться. Ну, Xbox, Microsoft, извините, но это не дело, я ухожу. Про контроллеры на PlayStation DualShock 4 есть световой индикатор, всевозможные датчики, есть встроенный динамик, есть сенсорная панелька, которая спереди, ну, в некоторых играх будет работать, которые специально для этого разрабатывались. При помощи, кстати, еще PlayStation Vita, своей портативной игровой приставки, вы можете использовать как второй монитор, ну, тоже с некоторыми играми, чтобы интереснее было сделать игровой процесс. А если вы на Xbox, у вас будет вот такой вот большой джуйстик, он хотя выглядит побольше, но не знаю, какой будет удобнее. Мне по сравнению с третий PlayStation и Xbox 360 нравится больше PlayStation. Но здесь тоже судить вам, комментарии не забываем. Xbox 360 есть отдача этих джуйстиков к вам в пальцы. Ну, в принципе, и все. Я не понимаю, почему еще до сих пор Microsoft делает свои джуйстики на батарейках. Потому что в PlayStation, ну, извините меня, есть встроенный литий-ионный аккумулятор, который нормально себя зарекомендовал в третьем PlayStation. Он ништяк работает, не надо покупать батарейки где-то бегать. Все работает. Почему батарейки? Хватит поиграться в онлайне с друзьями, во всевозможные свои игры, которые вы купили в онлайн-маркетах, в PlayStation Store и тому подобное. Вы можете при помощи аккаунта Xbox Live Gold, заплатив за него этакую сумму в год и на PlayStation, подключившись к PlayStation Plus программе. Там, по-моему, порядка двух тысяч рублей в год. Просто так в онлайне не поиграйте, только при помощи вот таких сервисов. Но здесь они идентичны. Если вы во время игры в PlayStation 4 что-то там едете-едете, вы можете записать и транслировать свое прохождение в социальные сети. Там, к примеру, в Facebook. Это уже все интегрировано в саму PlayStation. В Xbox вы можете записать окончание своей игры, то есть окончание какого-то эпизода перед тем, как вы вышли. Вы можете это сделать. В PlayStation, пожалуйста, любой отрезок вы можете вообще транслировать куда угодно. Вот. Если вы какой-то момент не можете в игрушке пройти, к примеру, вы где-то застряли, вы можете спросить советы у своих друзей или посмотреть, как они это проходили сами. И на примере, как они прошли, вы можете пройти тоже. То выбрать решайте сами. Я выбираю однозначно PlayStation 4, потому что Xbox, к сожалению, ты отправляешься вниз, и я тебе никогда не куплю. Извини, Microsoft. Я знаю, вызывает много споров, так что спамьте, обсирайте в комментариях, выясняйте, что лучше. Здесь две армии, Xbox и PlayStation, это нормально. И каждому человеку свое. Я выбираю PlayStation 3. Ну все, всем пока, спасибо за то, что вы были со мной. Выполняйте все действия, что должны выполнять подписчики. И будьте позитивны. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok